1 сентября Измайловская школа встретит своих учеников в обновленном виде. Во время летних каникул в образовательном учреждении были проведены масштабные работы. Спортивный зал преобразился до неузнаваемости. В помещении отремонтированы пол и потолок, приобретен новый инвентарь. Но особая гордость – это открытие точки роста на базе учебного заведения. В рамках центра образования в школу будет поставлено новое оборудование, новая мебель, для того, чтобы ребята могли уделять внимание больше данному направлению. Будут пересмотрены программы, тематическое планирование. Также в рамках центра будут привлекаться ребята и во внеурочное время в кружковую деятельность в том числе. Накануне Дня знаний Измайловскую школу посетил глава Ленинского городского округа. Дмитрий Абаренов побывал в отремонтированном спортзале и в классах, специально предназначенных для образовательного центра. И лично убедился в уникальности современного оборудования. При помощи этого оборудования мы уже можем взять просто датчиков. У нас есть такие датчики беспроводные. Выйти, измерить огрязненность воздуха. Но в отдаленности от школы мы потом приходим в школу, и этот датчик всю информацию хранит в себе. А какое специальное обучение для учителей? У нас есть академия посвящения, организовала курсы. Первая волна прошла, выйдем, сейчас вторая волна. Кто когда успеет, кто когда сможет, все это делается. К нему еще будут ноутбуки. Да, я правильно делаю. Школа в поселке Измайлово была открыта в далеком 1979 году. Капитальный ремонт здания был проведен в 2015-м. Как рассказала директор Елена Камьянова, с тех пор стараемся поддерживать школу в хорошем состоянии. А еще здесь мечтают об актовом зале, которого в учебном заведении никогда не было. Нам, конечно, бы хотелось или пристройку с актовым залом, чтобы проводить мероприятия. В общем, помещение для внеклассных мероприятий, для работы с детьми. Стоит отметить, что в муниципалитете завершена подготовка всех образовательных учреждений к новому учебному году. Комиссия, которая работала в течение месяца, вот 15 августа закончила свою работу. И акты, подписанные членами этой комиссии, свидетельствуют о том, что все 22 школы и 33 детских садика у нас к новому учебному году готовы полностью, без замечаний. Особое внимание комиссия уделяла материально-техническому состоянию зданий, соблюдению норм пожарной и антитеррористической безопасности, готовности пищеблоков, а также благоустройству территорий. Всего в округе в этом году в школы отправится порядка 30 тысяч учащихся. Из них около 4 тысяч первоклассников. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.